В прямом эфире, прямо сейчас, Алексей Бегун наконец-то добежал до радиошока. Бегущий ведущий на радиошок. Шалом, приём, дамы и господа. Алексей Бегун таки добежал до радиошока. Это значит, что программа «Бегущий ведущий». И у меня, как всегда, по старой доброй традиции, интереснейшие гости. А сейчас передо мной сидит в гостях интереснейший человечище. Король русского шансона Геннадий Жаров. Геннадий, здравствуйте. Добрый день, дорогие и славные жители этого славного города Санкт-Петербург. Очень мне приятно находиться в студии в вашем городе. Задам сразу нескромный вопрос. Как давно вы были в Питере? Вы знаете, по-моему, года два меня не было здесь. Два года? Да, скорее всего, да. Ну и самое главное, зачем вы приехали? Сегодня в ресторане «Ирис» будет концерт в 19... А, в 18.00 начало. Или в 19? На афише просто написано в 18. Ну, начинать мы начнем с 18. А пока то да сё, пока там шум утихнет, затихнет. Конечно. Можно пока себе купить вкусняшек. Это всё-таки состоится. А в смысле есть сомнение? Там был вопрос какой-то задали. Вы как-то начали что-то с этого приехал. Немножко вопрос у вас был в голосе. Нет, я думал, вы сейчас расскажете про концерт. Что вы привезли в Петербург? А, что? Ну, я с удовольствием расскажу. А мы с удовольствием послушаем. Конечно, я привез в Санкт-Петербург свои самые лучшие. Я не побоюсь этого слова. Китовые песни, в которых прозвучит и лирика, и шуточные, и серьёзные какие-то произведения. Ну, и самое что интересное, совершенно абсолютно новые песни, написанные вот в этот замечательный период. Пандемия. Пандемия, да-да-да. Так что надеюсь, что наше общение со зрителем пройдёт в достаточно доброй, бодрой, дружеской обстановке. То есть пандемия на вас благоприятно повлияла? Что характерно, да, там, понимаете, ситуация такая, что обычно, в обычные дни кто-то звонит, кто-то бегает туда, а все так сейчас по нормам там у себя зарылись, никто не звонит, никто не тревожит. И в это время, так сказать, раскрываются какие-то внутренние резервы, понимаете, они поступают в мозг, в душу, в сердце. И начинают рождаться какие-то такие, как мне кажется, родились, ну, достаточно такие интересные произведения. Вы записали альбом, вы записали огромное количество песен. Что произошло во время пандемии? За время пандемии я отдал на студию русский шансон альбом, новый альбом, он 16-й по счёту. Я вот сейчас не помню, сейчас считать не будем, но, скорее всего, да. Их много, и это хорошо. Их много, да. Что характерно для этого альбома, в этом альбоме будут звучать песни не только мои, даже, ну, где-то в обновлённом каком-то состоянии старые песни, да, но будут так звучать и новые песни, и так же будут звучать песни, ну, в двух словах, я попутно сам с собой ещё работаю достаточно часто с девчонками, которые я боюсь назвать просто бэк-вокалом, потому что они достаточно... Это ваша команда. Наша команда, они достаточно самостоятельные, у них самих там тысяча песен, они записали свой альбом, у них есть свой альбом, и некоторые песни они мне позволили вставить в этот мой 16-й альбом, и там же они будут петь мои песни в этом же альбоме, он в ютубе, называется альбом «Мы танцуем», при желании всегда его можно найти. То есть он уже выпущен, и всё прекрасно? Всё замечательно. Такой вопрос по поводу ушаночки, насколько я понимаю, что версий ушаночки у вас премного. Ну, честно сказать, версии 5-то наверняка найдётся, в таком рок-н-ролле, в каком-то такой обычном... Про рок-н-ролл я с вами попозже пообщаюсь ещё. Шансонная, так сказать, и совершенно недавно, что характерно, я совершенно случайно, у меня, я не нашёл у себя плюсовой ушаночки для съёмок, ну не нашёл, я искал, день потратил, полдня потратил, тут смотрю, ушаночка, я её включаю, слышу свой голос, Но я никак не мог понять, откуда взялась такая аранжировка, где я её мог, в каком состоянии аранжировать, но мне понравилось, поскольку там живые гитары, там, сказать, барабаны, всё это, вот такая достаточно живенькая и живое такое исполнение. Я даже его, именно, этот вариант ушаночки, я снял туда на съёмках для клипа, для, так сказать, сама, ну, для Ютуба, для всяких вот этих дел, вот, ну, в общем-то, у меня достаточно... Вот здесь вариант, который вы прослушали, ушаночки, это тоже очередной вариант ушаночки, потому что в данный момент мне здесь помогала очаровательная... Не знаю, они настолько юные, молодые, что женщины их назвать немножко трудно... Девушка. Девушка, девушка, будем называть девушка. Девушка, да, вот, а это одна из моих командных, так сказать, игроков, игроков, да, 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 на самом деле их два или две игрока, два игрока, две девушки, две девушки, одну зовут Оля Гулей, другой Маша Гулей, они сёстры-близняшки, да, вот, и одна из них согласилась помочь мне исполнить песню «Ушаночка», да, и вы её услышали, ну, вам, вам предстоит оценить её помощь в исполнении. Ну, мне как-то нравится уже как что-то мягче, мягче, чуть-чуть, немножко она такая жестковатая, грустноватая. Я-то считаю песню вообще драматическое, трагическое, потому что там конец очень драматический, трагический, а её вокал как-то он смягчает немножечко, да, вот. И вот эти две девчонки, у них, кстати, они сами по себе очень самостоятельные, у них там написано тысячи песен, недавно выпустили они свой альбом, свой собственный альбом, вот, и, допустим, так же они поют и мои песни ещё, да, так же они мои песни. Вот, например, можно, допустим, с вашего позволения послушать в их исполнении, в исполнении сестёр, близняшек, гулей, песню «Отчего ты в бой». А давайте мы послушаем, только чуть-чуть ещё поговорим. Давайте говорить. Да, у меня просто вопрос, вы говорите, вот они предложили все дела, откуда они взялись? Как вы с ним познакомились? Что за обстоятельства? Это очень интересная история. У меня очень хороший друг, композитор Молчанов такой вот, а я уехал в ночь на ночной электричке, который написал там, я не знаю, там, десятком, десятком звёздным, звёздным, так сказать, артистом, и Булановый, и Глазки-Игловый, ну, и, в общем, множество артистов, очень такой талантливый, замечательный. И мы к нему как-то попали в гости, я и ещё мой товарищ, там, Михаил Кулаков, аранжировщик, который аранжировал в основном все мои песни. Ну, мы сидим, ну, в гостях что делают обычно? Ну, кто в шахматы играет? Отдыхаем. Вот, и вдруг там дверь открывается, входят две очаровашки почему-то с гитарой, никто их и не знал, и не звал с гитарами. Они пришли, и, оказывается, вот этот Миша Кулаков, который, понимаешь, он с ними как-то подружился раньше, чем я, вот, и они пришли навестить. И получилось так, что после того, как бы вдоволь наигравшись там в шахматы, решили попеть что-нибудь, да, и они стали петь свои какие-то песни, которые нам показались очень забавными, смешными, вот, и поэтому это вот сам процесса начала нашего знакомства. А потом мы поехали, когда, ну, у нас немножко разные пути, направления, а у них любовная лирика, понимаете, в основном. Ну, это же девушка. Это девушка, да, я им это прощаю, вот, поэтому я заставлю петь их песни, те, которые написал я, она тоже любовная, но она ближе к шансону, понимаете, там у них все-таки какие-то... И они с удовольствием это исполняют? Они с удовольствием это исполняют, они в моем 16-м альбоме несколько песен исполняют, вот, и они сразу, они немного... Немножко, когда вначале столкнулись с моим творчеством, они немножко фыр-фыр-фыр, что-то такое, ну, их лирика, любовь, там сказать, разлука, расставание, там, все эти дела. Вот, в конце концов, они не почувствовали сначала. Не почувствовали. Но потом прочувствовали, смирились со своим положением, так сказать, да, и потом я сказал, в стоп, девчонки, хватит вам там фигню свою заниматься, сказать, давайте будем работать, сообща вместе. Ну, для начала, там, ну, я у вас на бэк-вокале постою, так сказать, чуть-чуть, а вы попоете мои песни, так сказать. Ну, на этом мы сошлись, договорились, и в конце концов получилось так, что они и поют мои песни, и также, когда я пою, они и в качестве бэк-вокала, и в качестве подтанцовки. Ну, я считаю, что, глядя на нас, на наш коллектив, это уже какой-то появляется, они очень пластичные такие, танцевальные, рок-группы, они когда-то играли, там, рок-группы, какие-то дела, так сказать. Поэтому они без каких-то, ну, не назвать слово стеснение, а без комплексов, они, ну, и не то, что там нахально, нет, очень элегантно, очень тонко все, но без комплексов. Они уже мне помогали в моем творчестве, это получилось уже какое-никакое, ну, какое-никакое, но шоу. Это главное. В наше время. Вопрос не скромный, сегодня они приехали в Петербург? Нет, нет, они приехали, да потому что они мне вечером позвонили, вечером сегодня, ночью позвонили, они прибыли из города Брянск. А, так у них там свои гастроли? Да, у них не то, что гастроли, а у них там было два корпоратива, они еще ведущие, ко всему прочему. О, коллеги. Ну, скорее всего, кстати, они могут, например, если вот есть проводку провести, они проводку могут провести. Они очень на все руки, у меня даже где-то фотографии, они мне прислали, они где-то успели, ты сказать, там типа с рубанком, там одна стоит, я потом покажу фотографии. Хорошо. То есть это, ну, очень уникальные такие девчонки, я считаю, что мне в жизни повезло. То есть и корпоратив провести, и проводку провести? И проводка, все что угодно, все что угодно, очень талантливые. Вопрос очень нескромный. Где ваша шляпа? А, я должен сидеть был в шляпе, я что-то как-то даже... А сегодня на сцене вы будете в шляпе? Да, все дело-то в основном в шляпе, как всегда. Да. Без шляпы я никуда, а в данный момент она у меня находится в чемодане. То есть она всегда с собой с вами? Я это хотелось бы. А, она постоянно, постоянно, мне бы у меня не нашли, где вы меня не встретили, понимаете, в чемодане всегда со мной шляпа. Вот. Откуда такая любовь к шляпам? Вообще, ну, помните фильм, там, Покровские ворота, да, помните, как артист обязан уметь себя переодевать, переодеваться. То есть он творчески должен работать над собой, понимаете сказать. И я нашел выход между каким-то другим, там, находками, там, менять одежды, костюмы. То есть я одел шляпу, и все, другой человек. То есть сзади, где молодые, юные девчонки, и у нас общий, так сказать, такой коллектив, такой становится более, так сказать, приятный на глаз. Или я бы так сказал. У меня шляпы есть белыми и черными. Вот я про это и хотел спросить. У вас, наверное, своя коллекция? Она небольшая, поскольку у меня костюмов-то не так много, как бы, может быть, хотелось бы. Ну, хватит прибедняться. Ну, я не прибедняюсь, но черные, белые. Какие цвета у нас еще бывают? Ну, цвета много. Вот вы сейчас в синем сидите. Ну, то есть синий, черный, белый, может быть, еще как только я забыл. И под каждый костюм у вас сожглепа. Обязательно, обязательно. Вот сегодня я думаю еще, в каком костюме я буду выступать. Вот. Может быть, в первом отделении в одном, а в втором отделении в втором. То есть я так понимаю, что отделение будет на концерте 2? Ну, я-то рассчитывал на 4, но мне сказали, что не очень уж ты, разбегаясь. Кто сказал? Ну, люди сказали. Ну, слушайте, люди сказали, нравится. Нет, ну, я согласен, чем меньше отделение, чем мне, как вот это облегчает мое положение. Так что я, в общем-то, не сопротивляюсь, меня легко говорить. То есть у вас несколько шляп всегда с собой. Сначала мы про одно говорили, а если у вас несколько отделений, значит, возможно, несколько шляп будет. Да вы не поверите, у меня даже феско-турецкая есть с собой. Красная, знаете, такие вот, турки ходят. Я просто накрываю сверху обычные шляпы, а они нигде не мнутся. Хитро, хитро. Кто вам подбирает образ? Образ? Мне интуиция помогает подбирать. Да, и когда после я свой образ демонстрирую своим знакомым, в частности, вот, своим партнерам, да, вот, и они почему-то так получается, что они постоянно одобряют тот или иной цвет образа. Так можно сказать, цвет образа? Цвет, да. Ну, вот так и скажем. Так и запишем. Да. Вы любите рок? Честно скажу, люблю рок. С детства. Я не знаю, там... Я прочитал, что с детства вы... С пяти лет. Я, например, а тут недавно совершенно, буквально, это вообще чудо какое-то, тоже на съемках, но уже в Москве, вижу какой-то, так это, как это сказать, афроамериканец или там, ну, какой-то такой достаточно... Иностранец. Мне сказали, ты знаешь, говорит, кто это, я не говорю, я не знаю, он говорит, это внук Луи Амстронга, Чарли Амстронг. Я долго не думал, я подхожу к нему, хауду иду там всякие вот это, и начинаю, так сказать, с ним, говорит, когда святые машины, 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 он со мной запел, мы пару куплетов спели этой песни с ним вместе, вот, он улыбался. И потом еще одну мы спели песню, там, там, за рою своими тщетами, I'm gonna lay down my sword and shield down by the river side, он тоже эту песню знает. Ну, наверное, дедушка его научил. Конечно. Ну, и один куплет мы спели Jill House Rock, one to party in the county jail, ну, вот как-то так вот. Ну, и там уж остальные мы не пили, потому что он все-таки человек занятой, и я был занятой, так сказать. А это выглядело без записи? Записали там чуть-чуть, буквально, а никто не знал, что сейчас произойдет. Чисто импровизация? Чисто импровизация, записали, ну, буквально, вот я с ним, последний. А он знал, кто вы? Нет, он спросил. Что вы им ответили? Я им ответил, привет. Нет, ему объяснили, переводчицы, что это такое, так сказать. Он был очень, так сказать, ну, как-то так, благодушен, доволен. Открыт? Открыт, не открыт, и я их же... Ну, смотри, на диалог пошел, и я бы назвал это... Пошел, пошел, песен диалог прошел у нас успешно. Коротенький, правда, но успешно. Жаль. Такая жаль, я мог с ним целый концерт вы вместе спеть. Вот, но это уже потом, если ты приходит, чтобы с ним надо было договориться, сказать, что выступаем там-то там, так сказать, половину концерта, выплан концерта, я третью часть, но оба вместе, так сказать, но могло быть достаточно интересно. Конечно. Вот, ну, по поводу рок-н-ролла, действительно, я, например, раньше, как он был там, рок-н-ролл, там-то танцевали, твист, там, шейк, все это дела, и я знаю, твисты гейн, так сказать, я могу пить, я с девчонками, кстати, вот, твисты гейн, поют, а они, как обычно, там, танцуют, вот это, как обычно, вау-ва, 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 вот это, так сказать, тоже достаточно забавно, когда мы шансон, 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 и вдруг вот этот твисты гейн где-то исполняются, вот, я их пытаюсь научить еще каким-то песням, но они упор, они немецкий изучали, они два слова, вау-ва, еле выучили, в общем, так, люблю рок-н-ролла, не люблю тяжелый, не люблю хард, ну, иногда какие-то старые, но я уже, сгадай меня на новые какие-то, переходить на новые ритмы и даже мелодии и ритмы, переходить, как совершенно мне не хочется, для меня вот старт, там, Дипа, Пал, там, Ганс Росес, ну, там много, я знаю, даже здесь совсем абсолютно старых, там, не буду называть Битлз, естественно, это для меня, это первоосновам всех первооснов, ну, и начинает, так сказать, там, я много могу сейчас перечислять, там, Дейк Парф, Пайф, или еще там, сейчас, или там еще, еще, но не будем на это время тратить, так сказать, ну, короче говоря, именно я воспитывался, вот как-то так получилось, что у меня друзья именно воспитали меня на вот этой вот буржуазной, на этой основе, после чего мне легче на шансон, вот именно, почему ваш выбор был все-таки шансон, когда, если окружение, если музыка, что-то подобное? Нет, я на жизнь по-своему смотрю, она интересная, она забавная, понимаете, да, и в свое время, я не сказал, но я в свое время получил первое место подписанный Ян Исаакиевичем Френкелем, такой композитор, помните, да, вот, за песню, которая имеет такое название, песня о молодом красноармейце, постигнувшем смысл великой пролетарской революции, беззаветным верящим светлое будущее всего прогрессивного человечества. Это название песни, да, это не вся песня, вот, а дело в том, что было такое течение, оно и сейчас есть, я даже участвовал 60 лет, как оно прошло, меня тоже пригласили спеть, эту песню называется КСП, Клуб Самодеятельной Песни, это отдельное, понимаете, это жизнь, это совершенно новое, начиная с 60-х годов, и где-то вот сейчас немножко это ослабло, в общем-то, это движение, но 60 лет мы это дело там совершили, но вы даже не представьте, что это такое, представьте себе лес, 25 тысяч человек в лесу, лишних отсекают, лишних, что у них там могло быть и миллион, встречаемся на одном вокзале, тихоря никто не знает, переходим на другой вокзал, садимся на электричку, заранее закупленную, то есть уже оплаченным, оплачиваем, приезжаем туда, там уже, ну, вот это, туалеты, все это место, все найдено, уже специально квартиреры туда, приезжали, обустроили, обустроили все это дело, там плакаты, палатки, там это группа, в общем-то, вечером, когда ночь, ночь начинается, начинается факельное шествие, посмотреть вдаль, это не трудно даже увидеть начало и конец вот этого факельного шествия, потом все приходят, подходят к большущему костру, все бросают эти факелы, и поют знаменитую песню Булашал Шаку Джавы, поднявшимися, да профсоюз нет, на наш союз, достоин будет худший кары, там возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке, вот типа этого, а потом все разбредаются, так сказать, по своим палаточкам, кто поесть, кто попить, кто чего, но потом все собираются у главной сцены, это огромная сцена, покрытая парашютом, шелком, чтобы микрофон, и все это есть, ну там эти жесткие, что они называются, которые выдавали электричество раньше, но они не шумели, стояли пожарные машины, стояли, и это было с 60-х годов, эти мероприятия, вот, но потом на одном из таких слетов, в 25-м, что ли, выступил какой-то комсомольский работник, и почему-то из зала, не из зала, а вот я не знаю, и послышать свисты, крики, мол, там уходи, проваливай, после этого вокруг леса стали собираться, так сказать, военнослужащие, с автоматами, с пулеметами, и уже не пускали никого, это длительно достаточно период такой был, вот, потом все успокоилось, и потом само движение потерялось, как вот, такое остроту, вот это интересно, там же, кто висборд, там вот, это же, Высоцкого, там не любили, вот, в авторской песне, потому что там, все владели гитарами, там поэзия, там высокая поэзия, высокий стиль гитарный, там вот, если, да, ну, висборд, там, улашал, шах, ужал, и много-много, ему подобных, талантливых, так сказать, ну, где-то даже великих, так сказать, творцов, в этом плане, это по поводу всего рок-н-ролла, да, по-моему, да, ну, так что можете задать, чекать вопрос, потому что я уже немножко, мне интересно уже про это мероприятие, не будешь послушать, потому что, да, мероприятие, я такой в жизни, ну-ка, меня пригласили, потому что я написал много песен, по гитару, просто, совершенно случайно, написал одну песню, ну, там, такие слова, там, какие-то смешные, я просто так написал, по-моему, опять, крок-н-ролл, в штанах, супер-райф, несу бутылку кайфа, картинка миз-лайф, обклей на стенах, в голове, в голове, не хочется работать, за западским, там, побутать, за ремочка вина, послышали, меня спросили, я что, новая песня Высоцкого, ну, естественно, у меня, как изножено, да, 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 и после этого, я, так сказать, решил, что, другого пути в жизни, у меня просто, незачем выбирать, больше всего, нарисовался, вот это, мое, начальное, мое, такое движение, в сторону авторской песни, и тот, и сейчас, там, кстати, туда, на концерты, авторов, знаменитых, очень трудно всегда было попасть, очень трудно, давали ночью, звонку по телефону, так сказать, билет, подойдешь в такой-то группе, билеты, так сказать, сферология, сплошная, выламывали двери, в зрительном зале, я серьезно, такой был, но, к сожалению, царственнебесный погиб, в Израиле, Клячкин, такой был поэт, вот сказать, на его песню, фильм был, какой-то там, перевязь подальше, ключи, адрес поменяю, поменяю, но такая песня, достаточно известная, вот, на него концерты просто ломились, или там, там, Вайханский, Качан, известный, он актер, так сказать, попутные песни, на стихи Леонида Филатова, да, так сказать, ну, это было, это было, не так часто, но это было суперинтересно, это было интересно, по тем временам, они сейчас, это же не панк какой-нибудь, я бы хотел посмотреть на факельное шествие в лесу ночью, и потом... Это что-то, это что-то, понимаешь, внутри тебя, вот, вот, сам Пайкел разгорался, и ты уже хотел сам изменить все то, что можно было тогда еще изменить, вот, и, ну, поменялся, вот, как в свое время, как Большой Битлз, в основном, так сказать, разрушил Советский Союз, вот, но добивало его, вот, авторская песня, клуб самодеятельной песни, где-то так. Ух, да, послушаем песню, Черное Солнце, пацана, вы не против? Нет, нет, не против, это, так сказать, понимаете, два слова, ведь две основные, у нас пословица, поговорки, я не знаю, как, так сказать, седина, бес в ребросе, седина, да, 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 и любви все возрасты покорны, так сказать, вот, из этих двух, буквально, сентенций, так сказать, сложилась эта песня. Друзья, я ставлю новую цель, я начинаю сбор на новый логотип для ютуб канала Бегущий ведущий. Бегущий ведущий. Логотип я буду заказывать у Николая Иронова, того самого искусственного интеллекта студии Артемия Лебедева. Как только нужная сумма наберется, весь процесс оформления и первые реакции на логотип, я застримлю и сделаю об этом выпуск. Ссылку на сбор я оставляю под видео. Если есть желание вписаться, но не хотите поддерживать через ВК, там же пишу номер карты. Как вы распределяете песни? Грустные, лиричные, танцевальные, веселые, смешные? Как вы составляете? У меня очень много, на самом деле, лиричных песен. Это основа, когда еще я напомнил авторские песни, КСП, тогда все писали лирические песни. Времена были такие? Лирические. Ну, вот, кто, 287, по тем временам. 287. Турградз. Вот. И... Поэтому, у меня... Да, ну, я стараюсь, чтобы народ не заскучал. Потому что лирика можно, так сказать, если человек сделал все, что угодно. И поэтому я даю возможность ему немножко, натанцевавшись. А люди-то по-разному танцуют. Ага. Кто-то старается там... Кто-то от души. Кто-то от души. А кто-то от бедра. А кто-то от бедра. Да. Ну, вот. И после этого хотелось бы что-то во время быстрых танцев, ну, мало ли как-то люди друг на друга посмотрели, увидели. В них что-то такое друг для друга вполне... А не пригласить или на танец. Совершенство. Ага. И поэтому я сразу... Я же вижу тоже со сцены. Все видно. Лет-то много, опыт большой. Шоу-мен, конечно. Это что? И я потом, так сказать, заряжаю какую-нибудь лирическую песню. И, в общем-то, все складывается. Да, вам было. Ну, все слова, все это помнят. Вот. И происходит уже другое действие. Другая химия? Другая химия. Другое действие. Люди начинают знакомиться или, наоборот, ругаться. Я не знаю. Это не мое дело. Мое дело успеть. Вот. Ну, это вот такая вот система, механика, химия. Действительно, да. Таинство, тайны наших вот артистических. Имеем право на собственный артистический тайм. Да. Как много к вам обращалось людей говорить со словами, что благодаря вам создалась новая семья? Мне немножко с другими обращались с такими тезисами. По поводу шаночки. Я вам до этого говорил, что это песня драматическая. Вот. Что эта песня, в общем-то, концовка у нее очень трагедийная. Там же, если вы там меня здесь уже когда-нибудь, послушайте, раз в десять, вы поймете, что там действительно безысходка полная. Но в то же время мне писались письма, мне звонки были. Спасибо за то, что за песню она нам помогла выстоять. Ух ты. Она нам помогла выстоять. Песня «Мотивация». Да, песня «Мотивация». На самом деле я, в общем-то, до конца никак не уловлю, вот в чем суть, то, что там концовка, что собаки мчатся, он закрылся сейчас, вот там начнется черти что. А в то же время эта песня помогла им выстоять. Интересно. А вот песня, которую мы только что послушали, «Черное солнце пацана», насколько я знаю, это чуть ли не премьера была на Радио Шок, потому что ее мало кто слышал. Да ее вообще практически никто не слышал. Ее могли слышать только вчера на съемках. Эта песня была написана в самый черный период пандемии, я так понимаю, поэтому. «Черное солнце пацана». Но дело в том, что есть такое понятие, что черное солнце мужчины, когда там 90-летний старик влюбляется в 18-летнюю девицу какую-нибудь, это называется «Черное солнце мужчины». А, это так называется. «Мужчины». Да, это вполне реально. То есть, если это возьмете где-то в интернете или еще где-то, вы найдете это. Вот. Ну, я так подумал, что мне еще не 90, так сказать, мне с тобой вокруг, когда-то ближе пацана им сам. «Черное солнце пацана». Все просто. Перед выходом на сцену есть ли у вас какие-то ритуалы, какие-то моменты тишины или еще что-то? Нет, ритуал у меня обычный. Вот коньяк и чай. Чай и коньяк. Для разогрева. Для вокала. Для голоса. Без бокала. Нет вокала. Совершенно справедливо. А каких-то там особенных ритуалов я не совершаю. Нет, нет, строго работаю, есть работаю. Работаю, есть работаю. В течение стольких лет выступаете на разных площадках. Самые, наверное, необычные гастроли ваши, расскажите о них. Самые интересные, самые удивительные, самые шокирующие. Те или иные, например, я не знаю, насколько они шокируют. Они меня, конечно, шокируют. После, конечно, факельного шествия. Ну, это не я придумал факельный шествень. Интересно. Не я инициатор. Друзья, сразу оговорочку сделаем. Ни к чему никого никак не призываем. Это просто факты, которые были. И закончились уже. Тем более. Это жизнь наша такая. Кажется, что сейчас вот это что-то нагнетается, нагнетается. Нет. В этом раз все рассасывается. Однажды мы работали на зоне. Я об этом и хотел спросить. Да, однажды мы работали на зоне. И получилось так, что я спросил, а где мы работаем? Ну, сказали, обычно там работают в столовах. Там, по скамейке, там сдвигает и сцена, там все это дело. Вот. И я сказал, иди прямо вот по подвору или там по плацу, там по плацу, так сказать, как-то. Вот я иду, и слышу сзади топот, такой топот, 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 топот. И я, так сказать, смотрю, сзади меня, наверное, человек 200. Ну, в униформе такой, в темной, понимаете? Ну, понятно, с этим, с нашивочками там все эти дела. И я подхожу, вот какой-то там двери такая небольшая, дверь вокруг меня обступили. Вот эти вот, ну, Сэм, по-моему, самочувствие, да, когда у вас там два человека на улице, так сказать, подойдут, обступят у вас уже одно. А когда там вот там 200, там, может, даже и больше было. Я, так сказать, я не мог придумать, что мне сказать, чем народ, так сказать, этот, а мне сказали сразу же, подойди к двери, постучи и назови пароль. Да, вот так он-то. Я постучал, говорю, какой пароль-то? Хлеб с маслом. Постучал, назвал пароль. Деверь отворилась. И все вот эти 200 числа быстро вошли вовнутрь, разместились по полагающимся им местам. Ну, вот, например, я не знаю, насколько это... Она шокирующая в какой-то силе, для меня, да. Но не смешная. Об этом, мне кажется, теперь смешно вспоминать, а тогда было очень смешно. Хочется еще про Германию, на самом деле, поговорить. Вы там были два раза? Я был, да, два раза. Первый раз я там был, это... Наверное, я вот, нет, бывает, топографический кретинизм, а у меня временной. Ну, год назад, может быть, да, или два года назад. Не помню, я точно. Мы ездили коллективно, то есть, Бутырков, Воровайки, еще кто-то, и еще кто-то типа меня. Так. Вот, ну что, я могу сказать, что принимали, городов 8, мы, так сказать, объездили, принимали, главное, что я был в Гамбурге, мы были, да, мы выступали в клуб, не клуб, нет, он назывался, я не помню, как, типа Декан, назовем его Декан, где первый концерт давали Битлсы. Ух ты. Да, первый концерт, в Германии. У вас прям рок сопровождается. Да он меняет, не одеваться некуда. Тем более вы на радио шок. Это рок-радио. Ночами преследуют буквально. Вот, и поехали, городов 8, наверное, проехали. Вот, везде встречают, замечательно, ну, русскоязычный, понятное дело. Конечно. Население, ну, что мне интересно, там в 5-6 вечера народа никого на улице. Где они? А все спать ложатся, потому что всем вставать на работу. Ага. И, я думаю, как у нас тут вечера. У нас только жизнь начинается в это время. Жизнь, там где-то, если в селах, там с гармошками, с гитарами, по шоссе идут, гуляют, там, где-то все. Если это как-то, это очень необычно было. Разговаривал с местными ребятами, так сказать, которые там вроде неплохо устроились, но в то же время, говорят, как возле дома, там шашлычок не разведешь, понимаешь, тут же на тебя за. Ну, конечно. Ну, в общем-то, чувствуется, что они немножко скучают по России, вот те, которые там неплохо якобы устроились, ну, у них это просматривается вот этот вот момент. А второй раз мы тоже по городам небольшие с девчонками своими, о которых мы первую половину посвятили много времени, так сказать, двум девчонам. И мы там же так же выступали, они выступали, пели свои песни, пели мои песни, мы выступали вместе, пели наши общие песни или мои песни. Ну, в общем-то, я считаю, что, ну, достаточно познавательное такое. Ну, я не скажу, я был в восторге от, ну, что интересно, там у них, идешь там в каких-то городах, так же вот, у нас их не стало, вот, типа, я не знаю, у вас есть или нет, выходного дня там эти, как вот, ларьки с помидорами, с огурцами, так сказать. Ну, типа, ярмарка, базар. Я вам лучше расскажу. Так. Я, будем мы в Канаде. Что это Германия? Канада. Канада, да. Вот, городок Ниагара-Фоллс, где там замечательный Ниагарский водопад. Угу. Вот, и мы решили съездить все-таки тоже. А, это курортное такое место, красивые места такие курортные, да. Вот. В чем драма-то? Драма была. Что там 127 вольт? Угу. 127 вольт. А мы привыкли. 220. 220. И как всегда там, ни чайника, ничего, что-то нет. Вот, я поставил кипятильник в массу, в кружку в туалете, так сказать. Ждали, ждали, забыли. Забыли, что я поставил туда чай, поугасить. И мы уехали на этот Ниагарский водопад, понимаешь, наслажали брызги, красота, понимаешь, там, цвета, радуги. Это вообще, значит, подъезжаем, уже заканчивается, я вспоминаю. Как там чайник? Как там кипятильник. Короче говоря, еле нашли такси. Нам выйти в скорой, это сейчас пожарные машины проехали. Вот. И так, я немножко так взволновался, но вроде бы они так завернули в другую сторону. Заходим в свои номера, гляжу из моего окна, как дымок какой-то, потягивает, так сказать, дымок, 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 дымок. Кружку, пламя, стоп такой, огня, зазвенело все кругом, но никто ничего не палил, там, ни дожди, ни эти противопожарные, ничего это не было, так сказать. Мой товарищ сказал, переноси все вещи ко мне, а мы пойдем гулять. Мы открыли все окна, все это открыли, сходили даже на какой-то концерт, где там вот этот концерт, танцевальный коллектив, еще супер, ирландский танцев, я забыл, как он называется, ревер, забыл, ну, неважно, короче, куда. Возвращаемся, заходим в номер, так сказать, там уже запах особый, мы ничего не знаем. Мы там практически запаха никакого, правда, рад их об этом, в умывальнике, значит, тоже пластмассовый, но хорошо, что у нас, у всех ребят будет чемоданы, да, а на чемоданах, да, липкие ленты, ну, который везде, в аэропортах, естественно, мы там, залезлили, красиво, там, как, все, сделал. Никто не очнулся, там владели индусы, там, этим отелем, да, этим отелем, я точно не помню, дело в том, что там, там разрешено, вот это вот, покурить, разрешено, там вечером идем мимо, в таком-то ресторанчик, оттуда такая амбре, вот, и вот эти-то индусские товарищи, они так и не очнулись до утра, мы с утра даже еле-еле их разбудили, чтобы им, как, какой-то залогом давали, деньгами, там, мы взяли и уехали, так что чуть-чуть, я вот, я забыл, город в Торонто, чуть-чуть, я полканада не ждал. Вот это, мне кажется, интереснейшее. Это да, это да. Вы сказали, что вы однажды написали даже рэп-композицию. Было, я посчитал, что это не очень сложный вариант, потому что, когда я слушаю рэп, ну, там, первый рэп у нас кто написал, ты, он, я, она вместе, дружная семья, 8000, я, как ее певица, я не вспомню, да ладно, ну, короче, ладно, но это советское время, я понял, но я не знаю, я вспомню в конце передачи, я обязательно скажу, да. А тут как-то мы ездили по Кубани, по Кубани, и человек, который нашел, возил, он был любитель рэпа. То, что мы поем, он так, нас возил, так сказать, он как-то так вкладывал все свои энергии, силы, но то, что мы делали, ему это не очень нравилось. Он был страстный любитель рэпа, и я говорю, да, че ты твой рэп-то, понимаешь, и там, в основном-то, там, какой-то он такой, немножечко сердитый по тексту всегда бывает, немножко циничный такой, мне кажется. Ротору? Ротору, совершенно справедливо. Первый рэп у нас был, ты, я, он, она, вместе, дружная семья, 8000, 10, я, та-та-та-та-та-та, и потом припевчик, как у нормального рэпа, так сказать, начавал текст, потом припевчик. Вот, и мы как-то едем в автобусе, и начинаем творческие какие-то разговоры у нас бывают. Я говорю, рэп-то, это фигня полная, можно сказать, шансон, фигня, вот у нас возил, шансон возил я. Я вот я сейчас за пять минут напишу все это, так. Я взял листочек, у меня был листочек, я написал там быстренько, там, ему дал почитать, он так читал, там, начинал читать, там, вот, зачетно. Так, где теперь эти строки? Эти строки? Ну, в основном, конечно, где-то я их стараюсь вытравить из души или из головы, потому что мне немножко, там же рэп обязательно, там, какой-то реальность, надо такое, понимаешь, это, ну, непозволительно и слегка. Ну, молодежь, ну, сами знаете, да, запретные слова, там, все-таки, да, конечно, они присутствовали в моем рэпе, достаточно там, солидно в большом количестве, вот, но будет время, я вам перешлю, может быть, хорошо. О чем он был? О молодых людях, его забирали в армию, и он никак, с чем же он будет заниматься, а девушка от него, она не то, что ушла, она с кем-то ушла, после какой-то компании, и он думал, чем же он, что он будет делать с автоматом, который ему там вручат, там, понимаете, там, одно дело, девушка, другое дело, автомат, разные по структуре, вот, и потом ему всегда было, обидно, что на эту девушку всегда обращал внимание целый класс, и потом он сказал, что, когда он вернется из армии, там, с медалью, без медали, так сказать, ну, сразу женится на этой девушке, и пусть этот его недруг, который практически, между словом, сломал его жизнь, так сказать, пусть там себе другую найдет, ну, это нет, это я рассказал, только сотую долю, только первые две строчки, первые две строчки, сотую долю содержания, вот, ну, закончил, хорошо, конечно, под грибком, а? Поэму, может быть, помочь писать? Поэму, нет, я могу, я писал, знаете, вот, это грустная песня, легенда, азефсия, влюбленным богом, был средь богом-громоверцем, в Элладе известным, как всякие силачи, богачи, счастьем, был наделен, он так тому же, насчет полуженского был сущий агрессор, понимаете, ну, это из Илеады, ну, где-то, вот это я написал, мне все равно, что писать, я могу Илеаду написать, могу еще чего-нибудь, так сказать, один, 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 мне все равно, что писать, ну, это шучу, ну, это, 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 конечно, ну, бываю еще душевные качества, черное солнце, пацанай, давайте на прощание поговорим про песню муксун она начинает называется полностью муксун под водочку кто знает кто знает на севере теперь буду знать и на севере до в северных реках водится самое вкусное на свете рыба это нельма муксун понять это это навес золота и даже не разрешают практически сейчас ловите года четыре назад мы съездили в норильск там никель добывают святые такие места в общем да и после того как это у нас там угощали как сюда ты на нем и она в основном употребляется ее можно жарить можно парить можно все что угодно но в основном ее обязательно вот сырой сырой мороженый нарезают специально для нее делают соус там перчик там не знаю слово опять зовут вспомнить как ротар так вспомнить как называется то что вот жалко я всю передачу испортил поймете этот не впечатление было море потому что когда здесь в москве я из москвы 0 градусов было кроме того приехали там был минус 42 минус они все это на севере там только едят все это замороженную рыбу ну закусывать и когда если вы поедете когда-нибудь быть на северными места вы не отказываетесь хотя покажется на первый взгляд на шутеры будут строгане и мусора нарежут вам посыпет искать и вам не пугайтесь это очень вкусно а если это как у меня в начале название в песне муксун под водочку то услышав послушав самого произведения она и должна была течет с самого начала передачи вот и короче говоря я не мог я четыре года не мог ничего придумать ну как эта песня впечатлений много мороз солнце день чудесный там тут все минус 42 и уголь недавно опять в пандемию самые опять тяжелые такие мгновения у меня родилась вот эта фраза простая муксун под водочку а остальное родилось уже быстренько как так что прошу вас большому вниманию геннадий ну спасибо огромное за то что приехали к нам в гости я вам желаю великолепных огромных концертов как можно больше и приезжайте на радио шок еще неоднократно спасибо пригласите если то конечно удовольствием приду наверняка у меня вспомнится много чего-то еще конечно истории ух как много все друзья я с вами прощаюсь муксун под водочку и всем отличных выходных пока 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 бегущий ведущий это шокирующее интервью бегущий ведущий разговор со звездой бегущий ведущий это алексей бегун бегущий ведущий это его youtube канал подписывайтесь ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии жмите колокольчик активнее товарищи активнее бегущий ведущий